Приветствую вас, Аноним. Знаете, не столь важно, на мой взгляд, то, что вы видите в качестве причины того, что вы стыдитесь роста твоего мужчины. Сколь важно то, как это в процессе влияет на вас. То есть для вас важно, как вы с мужчиной выглядите в глазах других людей. И как бы не в соответствии определенным стереотипам, как совершенно верно подметил мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, вызывает у вас негативные переживания. В частности, это страх. В частности, это страх. Это может быть чувство вины. И это ощущение того, что вы, ну вот, грубо говоря, например, как будто, словно белый ворон. Да? То есть вот, ну, по ощущениям, по ощущениям, как будто вы белый ворон. Вот. И, соответственно, тут, вот, что важно, здесь как раз, значит, необходимо определить, определить то, как общественное мнение. Да? Влияет, да? Влияет на, ну, на вас. То есть, как конкретно это на вас влияет? Вот. То есть, что конкретно вы чувствуете? Что конкретно вы ощущаете? Что конкретно под собой имеет ваш стыд? Вот конкретно. Понимаете? Вот это очень, вау, с чем свеллен ваш стыд, что вы не принимаете в себе. Как выходит, что вы чувствуете себя неполноценно рядом с, ну, рядом с человеком. Который ниже вас. То есть, вы считаете, что мужчина должен вас, ну, как-то подсеркивать, да, вы считаете, что мужчина должен, там, я не знаю, там, как-то оттенять вас. Ну, в смысле, ваше расходство. Вы считаете, что если вы выбрали мужчину ниже, то вы себя принижаете, да? То есть, вот такие вот у вас сложившиеся стереотипы. Стереотипы. Но, в данном случае, стереотипы, ну, призваны. На мой взгляд, компенсировать вашу неуверенность в самой себе. То есть, именно тот факт, что есть нечто, есть нечто, что вы себе отрицаете. Именно вот тот факт мотивирует вас на то, чтобы следовать этим самым стереотипам. Вот, это вот вопрос к вам. Это вопрос к вам, это вопрос к тому, как вы к этому приходите. И что самое главное, что с вами, может быть, по вашему мнению, не так. Что вы вот к себе относитесь, ну, вот таким образом, что вам необходима какая-то поддержка, значит, ну, стереотипами, скажем так. Вот, это очень важный момент, на мой взгляд. То есть, вам необходимо что-то подкорректировать в самой себе, да? Да, вы, ну, в восприятии, например, себя, да? Вам вот необходимо что-то подкорректировать в восприятии себя, чтобы не переживать по поводу вот того, что мужчина может быть там. Ниже вас и всякое такое. Вот, и всякое такое и прочее. А, пока вы этого не сделаете, вот, ситуация не изменится для вас, к сожалению. Вот. То есть, ну, банально, это вот страх отсуждения и невозможность, как бы, принять полноценно, может быть, принял полноценно свой выбор, который вот вы делаете. То есть, вы, образно говоря, приняли решение, да? Например, что, вот какое решение, что, допустим, я, там, вот, вступаю в отношения вот с этим мужчиной, которого вы выбрали. Так себе, допустим, вот. Соответственно, вы не можете полноценно это принять, потому что вы подвергаете это, как бы, сомнениям. Вот. А, с чем, с чем связаны эти сомнениям? Что, вот, например, ну, что в вас может быть не так, что с вами может быть не так, что вы в этом сомневаетесь, что вы в этом сомневаетесь. Как бы подвергаете это сомнению. Ну, это вот как раз предмет для анализа. Предмет для исследования и анализа может быть так же и то, как вы воспринимаете мужчин. 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 То есть, вот вы говорите, что был у меня, там, плохой, но стройный и так далее. И здесь в какой-то степени вот чувствуется, что мужчины для вас, ну, обладают какой-то своей особой, особенной ценностью, вероятно, не связанной с, безусловно, их принятием. Что тоже может быть проблемой, вот, при выстраивании отношений. То есть, такое вот, ну, в какой-то степени материалистическое, материалистичное отношение к мужчинам может с вами, ну, достаточно целую шутку играть. И, соответственно, создавать, так называемый, негативный эффект, да? Вот, эффект сверхмотивации, если угодно. Эффект сверхмотивации построения отношений, вот, с людьми, ну, вот, с мужчинами. Если вы посмотрите на то, например, для чего вы находитесь сейчас в отношениях мужчин на своем текущем. Вот. Зачем вы с ним в отношениях? Что вас объединяет, например? Если вы обратите внимание на это, то вы увидите, что именно, вот, что называется, личностного взаимодействия. Именно личностного взаимодействия там, наверное, недостаточно много. То есть вы, безусловно, хорошо, даже очень хорошо, я уверен, ладите между, ну, ладите друг другом, как мужчин и женщин. Я уверен, что вы подходите друг друг другу в этом плане. Ну, это недостаточно для вас в контексте такой вот более, может быть, глубокой связи, потому что, ну, вас волнует мнение окружающих. Это, конечно, довольно-таки, ну, довольно-таки негативные истории. Вот. Поэтому смотреть нужно в данном случае на это. То, что между вами и мужчиной есть общего. И уже, хотя, уже, вот, как-то опираясь на эти вещи, опираясь на эти модели, уже, может быть, как-то это все корректировать. Так. Вот. Я думаю, что на вернее примерно таковый верфик в этом плане. Аминь, 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 аминь. Воспреятья ровно. Это так вывод сысла. Аминь, аминь, аминь. И именно восприятие роста. Что это значит? Это значит восприятие роста. В данном случае это чисто гендерная история. То есть это значит восприятие мужчины как представитель твоего пола. Ни в коем случае не восприятие как личность. Вот, а может быть, может быть, может быть там сведение своей ценности к этому. Ну, к бесцениванию же себя. В сведении своей ценности к исключительно гендерной модели. То есть это такой же достаточно важный момент для исследования. Вначале я бы сказал, что вам требуется в некоторой степени личностный рост. Вот. И, конечно, пролаботка ваших собственных страхов, комплексов и не прожитых когда-то эмоций. Может быть, в некоторой степени травмированности и так далее. Вот. А все на этом. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.